МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как оценивается ситуация в нашей области, говорим с Игорем Мартыновым, руководителем регионального центра по борьбе со СПИДом. Есть какой-то определенный контингент больных? 89% лиц, которые стоят у нас на учете в центре СПИД Рязанской области, это люди молодые, до 40 лет. И вот в прошлом году, в 2015 году, прирост вечно инфицированных от 15 до 40 лет был 10%. То есть мы понимаем, что основное когорто вечно инфицированных, это молодые люди, достаточно ли люди молодые, это люди, которые могут творить, жить, улыбаться, радоваться жизни. Я тогда сразу спрошу, что они делают не так? Не так? Немножко истории. Вечно инфекция в Рязанской области, вспышка вечно инфекции, так, начался особый вал вечно инфекции, начался с 1999-2000 года, когда в Рязанскую область пошли наркотики. И первые вечно инфицированные, основная масса, заразились при употреблении наркотиков внутривенно. Сейчас более 60%, 63%, которые ежегодно выявляются у нас, это лица, которые заразились вечно инфекции при плавых контактах, ненасвещенных плавых контактах. Вот это как раз странно, потому что такое количество рекламы, такое количество гласности, связанное именно с этими вопросами, то есть не знать об этом нельзя, это желание людей просто наплевать на свое здоровье? Мы ходим и в школы, мы ходим и в учебные заведения, и проводим анкетирование, викторины какие-то проводим, и, в общем-то, достаточно большой процент отвечает правильно. Но что-то не срабатывает. На каком уровне? Может быть, на уровне, так сказать, инстинктов каких-то. Когда касается конкретной ситуации, люди об этом забывают, забывают, что это может случиться, или думают, что все хорошо, это будет не со мной. А вот, к сожалению, может случиться и с кем-то конкретным человеком. Во что превращается жизнь человека с этим заболеванием? Стоит ли ему отгораживаться от близких, уходить с работы, менять кардинально свой образ жизни и посвятить все оставшееся время лечению? Опускать руки не надо, потому что заболевание уже в течение больше 10 лет переведено из разряд, безусловно, смертельных, в разряд хронических заболеваний, которые неизлечимы, но с которыми живут люди, и живут достаточно долго, в общем-то, до старости, и погибают, все мы, как говорится, умрем, умирают от каких-то сопутствующих заболеваний, от ВИЧ-инфекции. Но для этого, опять же, надо понимать, что ты должен соблюдать определенные нормы поведения, нормы лечения. Ты должен прийти в центр, встать на учет. Мы, сотрудники центра, врачи-инфекционисты, другие врачи, проводят определенный круг исследований, обследований этого человека. Да, в частности, выявляют напряженность его иммунитета, количество вирусов в организме, да, сколько вирусных клеток. И в зависимости от этого назначают лечение. Лечение состоит из трех препаратов, которые необходимо принимать достаточно пунктуально, без пропусков, даже, можно сказать, по часам. Какие-то до еды, какие-то после еды. Но это уже нюансы. А близким как себя вести, если в семье, например, есть ребенок, и, естественно, он берется за любые предметы, которые ему интересны? Очень интересный вопрос, очень хороший вопрос. Объясняю. Во-первых, ВИЧ-инфицированный сам только вправим сказать, определив круг этих людей, что он болен, да? Никто не вправе говорить, кроме него самого, о его болезни. Это первое. Второе. О детях, о путях передачи. Давайте немножко коснемся. Пути передачи. Это употребление наркотиков, в основном, внутривенно. Это незасыщенный секс, да? И это вертикальный путь передачи. Это от матери, ВИЧ-инфицированной, плоду и ребенку, который родится. Да, вот основные пути. Но еще этот ребенок, если будет кормить мать его грудью, грудным молоком, он может тоже получить ВИЧ-инфекцию. ВИЧ-инфекция не передается ни комарами, ни при рукопожатии, ни в бассейнах, ни при спортивных мероприятиях. Да, при спортивных мероприятиях. То есть, для того, чтобы в организм проник вирус, должна быть, в общем-то, какая-то травма. И кровь ВИЧ-инфицированная должна попасть в эту рану, да, и в достаточном количестве. Даже при травмах, которые бывают у медицинских работников, чего вырекотаются, ну, бывает такое, при каких-то манипуляциях, да, только 0,03% при уколе иглой подвергаются инфицированию, ну, те, кто уколется. А если укололи иглой, которая была вот непосредственно перед этим, как говорится, погружена в тело ВИЧ-инфицированную. То есть, вирус достаточно, достаточно должна быть доза большая. Ну, это много условий. Поэтому, а говорить о детях, которые там трогают. Ну, одно правило гиены, любые, должны быть соблюдаться. Ведь мы же, нормальные люди, не берут первую попавшуюся бритву, там, опасную, безопасную, начинает там бриться или зубную щетку, начинает чистить зубы. У каждого свои эти принадлежности. Заразился человек при употреблении наркотиков, зачастую он и болен гепатитами. Чаще это гепатит С или гепатит В, в меньшей степени. Вот они могут передаться намного быстрее, чем ВИЧ-инфекция. Ну, ВИЧ-инфекция тоже. Вот вам ответ. А малыши с этим заболеванием рождаются в нашем регионе? Рождаются все. За вот время наблюдения с 89-го года родилось 685 детей от ВИЧ-инфекционных матерей. Из них 33 ВИЧ-инфекционных. То есть процент достаточно невысокий. Но чтобы этот процент не повышался, еще и снижался, и чтобы родить здорового ребенка, ВИЧ-инфекционная женщина беременная, должна соблюдать, ну, достаточно, в общем-то, простые правила. Она должна встать на учет не только в женскую консультацию, к сожалению, даже в женскую консультацию, бывает, не встают просто беременные, но и встать на учет в наш центр, да, и получать с определенного времени, там, ну, я не знаю, по разному, с 12, с 14, позже, недель беременности, терапию. То есть если это эффективная терапия, уровень вируса падает, и возможность передачи ребенку ВИЧ-инфекции снижается в десятки раз. То есть с 20-40% до 2%, 3-2, по данным 1%, ну, это, в общем, 2% в среднем. Но для этого нужно постараться. Но это говорит о чем? Что мы далеки в этом смысле все-таки от Европы. Вот я что хочу сказать. Там как-то не скрывают, не стесняются. Там, если есть проблемы, они и говорят. У нас до последнего, потому что это сразу минус работа, минус садик, минус школа. Почему? Почему минус? Официально согласна с вами, но чисто по-человечески все стараются отгородиться от этого человека. Давайте так поставим вопрос. У человека какого-то выявлена ВИЧ-инфекция. Он работает, да? Или у него ребенок должен идти в сад, или в школу. Но он работает, и пусть работает. Мы же не сообщаем, данная ВИЧ-инфекция находится в центре. Только в центре. Мы не сообщаем никому на работу или в семью, я же сказал, о его заболевании. Это только сугубо личная вещь. Это врач-пациент. Если это как-то выходит, ну, к сожалению... У нас маленький город. К сожалению, нет, а что, значит, маленький город, мы же глашатые по углам не расставляем и не объявляем, что у кого-то там ВИЧ-инфекция. Маленький город. Из нашего центра эта информация не уходит. Если выходит, или сам человек говорит кому-то близким, в каком-то, может быть, в отчаянии, может быть, или в каких-то других ситуациях. И появляется такая информация. Но не от нас. Поэтому человек, в общем-то, сам должен ковать свое счастье. Да, толерантность, что греха таить, толерантность, то есть устойчивость, когда узнают, что ВИЧ-инфекция от кого-то, значит, узнают, что начинают, ну, так сказать, может быть, шарахаться, мыть руки. Но это не знание. Давайте тогда один, буквально, короткий совет в заключении. Если у кого-то есть неприятные подозрения, с чего они должны начать после этого эфира? Они прийти должны в наш центр и сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Это мы всегда говорим. Обращайтесь к нам. Это бесплатно. Во все дни недели. Ну, суббота, воскресенье нет, конечно. А в обычные рабочие дни приходите, сдавайте. Если кому-то хочется сдать анонимно, можно анонимно. Правда, я не вижу большого смысла в этом, но это тоже не возбраняется. Я хочу знать свой ВИЧ-статус. Пожалуйста, приходите. Это кожаный верональческий диспансер, спортивный, 9, 4-й, 5-й этаж, левое крыло. Спасибо. Я все-таки желаю вам поменьше пациентов, честно говоря. Спасибо. Мы к этому стремимся. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова